Добрый день! С вами Юлия Чернеева. На часах у нас 13.05, а это значит, что пришло время универсального формата. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22 наш телефон. И сегодня, друзья мои, если кто не заметил, понедельник, 1 апреля, начало нового месяца. Ну, конечно, День дурака, День смеха, День веселья, как только этот праздник не называют. Но вот откуда родом этот праздник День дурака? Из Франции, Мексики или Швеции? Это тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из версий о возникновении праздника, этого праздника смеха, связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах, как День весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего Нового года всегда сопровождались шутками, шалостями, веселыми проделками. Но традиция праздника живет и теперь. Причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами. Может быть, и нам постараться. Ну а в 18 веке этот веселый праздник стал широко известен и популярен. И англичане, и шотландцы, и французы распространили его в своих американских колониях. Ну и в День смеха принято было подшучивать друг над другом, а также давать друг другу бессмысленные поручения. Например, найти и принести сладкий уксус. Ну а самые известные первоапрельские розыгрыши среди средств массовой информации уже классифицированы в список 100 первоапрельских шуток всех времен. Среди которых падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени и многие-многие другие. Сегодня мы с вами тоже веселимся, День веселья отмечаем, разыгрываем всевозможные подарки и призы, среди которых билеты на концерт группы «Нана», а также на спектакль «Роза с двойным ароматом». Прямо сейчас я вам предлагаю посмотреть на экран, там появятся фотографии симпатичного кота, и эту фотографию можно найти у нас в группе ВКонтакте, туда же, и прислать свой комментарий по поводу того, как же лучше подписать фотографию этого самого кота. Внимание на экраны, и я надеюсь, что какие-то веселые мысли у вас появятся. Придумайте подпись к этой фотографии, ищите нас ВКонтакте. Группа «Универсальный формат». Ну а кто нам поднимает настроение в такой день? Конечно, мы сами, вкусная какая-нибудь еда, друзья, общение, музыка, фильмы и приятное времяпрепровождение среди таких же, как и ты. Каких? А тех, кто, ну не то что болен, но безумно зависим от одного интересного процесса. Студия «Орликино» у нас совсем скоро появится здесь, и я думаю, вам будет интересно их услышать, увидеть и посмотреть, на что ребята способны. Ну а как живет, чем дышит и чем занимается цирковая студия «Орликино» предлагаю посмотреть прямо сейчас. Они огнем жонглировать смогут, и чудеса эквилибристики показывают. Феерия на арене цирка на самом деле долгий труд. Годы упорных занятий – залог успеха. Тренеры говорят, начинать надо, что называется, с малых ногтей. Единственная в Самаре школа-цирковая студия «Орликино» своих выпускников готовит для покорения настоящих цирковых вершин. Главное – начинать подготовку, когда ребенок уже сам понимает необходимость труда. Беру я детей с 8 лет, когда уже ребенок более-менее самостоятельный, он уже знает, что такое школа, что такое уроки, уже может следить за временем, ну и в принципе может там сам доехать, приехать уже посерьезнее. Родители в руки Ларисы Михайловны своих детей отдавать не боятся. Цирк – это ее жизнь. Сама когда-то начинала в детской студии. Потом были 15 лет выступлений на арене, и, наконец, свой собственный детский коллектив. Вот здесь я уже работаю 10 лет. То есть я этот коллектив начинала, так скажем, три раза с нуля начиналась. Вот в конце концов, с третьего раза, с третьей попытки, вот мы все-таки выжили. Цирковой многостаночник – большая редкость. Как правило, артист выбирает один жанр, и уже в нем совершенствуется. А для ребят главное начать. Вперед, без разговора! Сначала мы определяем, конечно, жанр, в котором будет ребенок работать. Причем жанр определяется, ну как, пробуем, даем, все. Здесь, как в спорте, без травм не обойтись. Но их не больше, чем и везде. Сложнее бывают не физические нагрузки. Из талантливого ребенка нужно сделать настоящего артиста. Для этого нужен особый подход. Просто так этому научить нельзя. Да, объясняем, ставим номера, естественно, музыку подбираем под характер, чтобы ребенку нравилось, чтобы он с этой музыкой как-то сроднился. Но работа на зрителя. Главное – это работа на зрителя. Цирк – искусство для больших и маленьких детей. Каждый раз на арене зрителям показывает настоящее чудо. Оно получается только тогда, когда в него верят сами создатели рукотворной сказки. Это все захватывает. Когда, например, гимнасты на трошютах делают, все равно же дети боятся за них, переживают. И страх такой-то, что невносимый. День веселья в студии универсального формата. Друзья мои, у нас уже даже есть некоторые такие активные пользователи интернет, которые зашли в группу «Универсальный формат» ВКонтакте, нашли наш конкурс, а мы разыгрываем два билета на спектакль «Роза с двойным ароматом». 3 апреля состоятся великие актеры Лариса Довиченко, Жанна Эппли и многие-многие другие представят свою трактовку этого известного антрепризного спектакля. Ну, а сейчас вновь вам предлагаю обратить внимание на экран. И там есть фотография чудесная, которой нужно придумать подпись. Вот Андрей написал, что «Я не хамелеон, я только учусь». Ну что ж, если у вас есть какая-то своя версия, как, собственно, можно и нужно подписать, нам заходите в группу «Универсального формата» и, пожалуйста, дерзайте на здоровье. Ну, я с большим удовольствием представляю вам наших сегодняшних гостей. Это участники, руководитель, в том числе, циркового коллектива, цирковой студии «Орликина» Лариса Михайловна Никитина. Добрый день. А также Кирилл и Настя. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну, сегодня 1 апреля. Как настроение? Первоапрельское. Не успели еще вас никто разыграть? Вы никого еще не разыграли? Нет, еще как-то немножко настроение. Погода подвела. Погода вообще, снег. Не первоапрельское совсем. Дождик, что творится невероятно. Ну, студия «Орликина». Как давно, как долго? И вообще, как вы к этому пришли? И что дальше-то? Ну, в этом году «Орликина» 10 лет. То есть у нас даже, можно сказать, юбилей в этом году. Меня пригласили работать. Я начинала работать в Доме культуры «Мир» на заводском шоссе. И директор нашей школы, школы искусств номер 14, она нас пригласила, меня пригласила в школу к себе, чтобы я здесь организовала такой же коллектив. Ну, это ведь должно быть все изнутри. У вас откуда это все? Вы учились, занимались? Я сама работала. Я сама также в детстве занималась сначала гимнастикой. Я мастер спорта по спортивной гимнастике. Потом я занималась в детской цирковой студии в ДК «Современник». Потом работала 15 лет. Уже в профессиональном цирке в Манеже. Но потом в цирке льготная пенсия, как вышла на пенсию через 15 лет, приехала домой. Вот так получилось. Решили поднимать на самарской земле. Решила, что есть в Самаре талантливые дети, которые тоже могут быть артистами. Ну, не ошиблась. Вот это самое главное. Талантливые дети сегодня здесь с нами. Настя, Кирилл, вы как-то так прям что-то напряглись и немножко расслабьтесь. Кирилл, расскажи, где ты был недавно, что делал и как, собственно, всех поразил, покорил и доказал. Я был недавно на соревнованиях в ГУЦИИ по спортивному жонглированию. Вот. Видел там сильные номера прям. Ну, а сам что представлял? Какой номер? Что? Жонглиров. Жонглирование? Да. А давайте посмотрим. А потом вновь вернемся к беседе. Кирилл, вперед, друзья мои. Внимание, барабанная дробь. А ты можешь параллельно с этим что-то говорить вообще? Можно тебе вопрос? Погода. Да. Сколько максимум предметов ты можешь держать в руках, вот, жонглировать? Семь. Семь. Это какие могут быть предметы? Шарики. Шарики. А вот такие вот штучки, которыми ты сейчас... Булавы называешься. Булавы? Булавы. Булавы. Три максимум? Пять. Пять? Боже мой, друзья мои, сколько нужно пальцев пометь в руках, чтобы так вот жонглировать? Как давно ты этим занимаешься? Я восемь лет. Восемь лет уже? А сейчас тебе сколько? Шестнадцать. То есть ты пришел совсем юным, таким школьником, второклассником, и не было ли у тебя мыслей вообще, да зачем мне это нужно, я не могу, устал уже, все, хватит? Нет. Нет? Хочу быть профессиональным артистом. То есть ты сейчас уже как-то бразды свои направил? Да. Куда? Расскажи. Да, в цирковое училище в Москву. В Москву, и ты уже ездил туда? Что? Да, смотрел. Ну и как? Ну вот были вот эти соревнования, это были первые международные соревнования по спортивному жонглированию, проводились они вот на территории, так скажем, на манеже циркового училища в Москве. Кирилл занял первое место среди любителей. Угу. То есть не профессионалов. Еще не профессионалов. Кирилл, скажи, пожалуйста, вот этот процесс, так сказать, жонглирования, максимум, сколько ты можешь вот так вот стоять, думать о чем-то своем, жонглировать? Сколько угодно. Сколько угодно, но ты так не засекал? Нет. Там час прошел, передумал все о своей жизни, два прошел, передумал, песни какие-нибудь, сочиняешь стихи. Ну здорово вообще, на самом деле, друзья мои, если есть какие-то вопросы, звоните, не стесняйтесь, 202-11-22, мы работаем в прямом эфире, сегодня день веселья, может быть у вас, дорогие телезрители, свои появятся идеи, как же нам подписать чудесную, смешную фотографию кота. Ну что, сажаем, Кирилл? Ап. Присаживайся, дорогой наш артист. Ну скажи, трудно? Время хватает на это? Все. Да. Вот, совмещать школу и студию? Да, хватает. А когда же ты развлекаешься, когда же ты отдыхаешь? Вот это и есть развлечение. Это и есть развлечение и отдых? Да. Настя, ну а ты как давно пришла в студию? Ну занимаюсь шестой год. Шестой год? Да. То есть уже достаточно давно, и сейчас тебе сколько лет, если не секрет? Пятнадцать. Пятнадцать, то есть тоже, так сказать, совсем молоденькой была. Ну расскажи, как вообще, вот, что ты для себя выбрала, какие направления? Ну я зонглер. Так. Зонглер, зонглер кольцами. Так. Ну а вот попробовать себя в гимнастике, в эквилибре, в каких-то других направлениях? С чего начать? Ну я раньше пыталась гимнастикой заниматься, но забросила и не стала продолжать. Не интересно. Не интересно? Хочется чего-то такого, да? Мне не понравилось. Вот тебе кто-то больше понравилось. Ну а как вообще вот ваши одноклассники реагируют на такие вот ваши занятия? Нет ли таких там дразнилок, а вот клоуны пришли? Нет. Наоборот завидуют. Завидуют? Да. Это же здорово тогда получается. Настя, а ты себя видишь, вот Кирилл нам рассказал, что он уже собирается поступать в училище, а ты как вот, тебе это помогает для чего? Для каких-то своих дальнейших планов? Ну я тоже собираюсь поступать в цирковое училище в Москву. Тоже в Москву? Да. А там всех берут? Ну как, там не то, чтобы всех берут, ну просто уже ребята там показались, потому что Настя тоже ездила на эти соревнования, и призового места она не заняла, но она получила спецприз от Союза цирковых деятелей. То есть цирковые, как говорится, они не были членами жюри, они просто присутствовали на соревнованиях, ее оценили, сказали... Кирилл, он так сидит, нам ничего не рассказывает. Мне надо сказать, что у Насти из всех соревнований, там много было народу, ну сколько, там любитель, наверное, человек 25 работал вот непосредственно. Одного возраста прилипс-минус? Вот, все ребята там, участники соревнований были намного взрослее, были взрослые, по 25, по 30 лет люди. Вот, и у Насти сразу отметили, сказали, что у нее очень правильно стоять руки. Ух ты! У нее у одной из всех соревнований правильная постановка рук. Это заслуга? Ну, я так понимаю, что просто ей, как говорится, бух на руку положил. Как говорят, бух на руку, а вот ей бух на руку положил. Друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. У меня же есть вопрос к вам, и он может принести вам билеты на концерт группы «На-на». Состоится это мероприятие 4 апреля, уже на этой неделе, в АДО. Кто же и когда же, в каком году основал коллектив «На-на». Звоните 202-11-22. Ну, и не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте «Универсальный формат». И вы, друзья мои, если у вас есть какая-то интересная подпись к нашей сегодняшней смешной, веселой фотографии, можете позвонить и предложить свой вариант названия этой фотографии. Ну, или написать ВКонтакте, что тоже не возбраняется. Ну, а мы продолжаем разговор вот о студии, о десятилетии. Как собираетесь отмечать? Что за это время уже было, а чего еще не было? Ой, было очень много. Мы очень много ездили. Буквально вот неделю назад приехали из Москвы, из Домодедова. И мальчик на моноцикле получил лауреата, как самый лучший исполнитель. Вот, поэтому очень много фестивалей. Мы в год выезжаем, наверное, четыре раза на Всероссийский, на международный фестиваль. А выпускники есть вот чем похвастаться? Есть выпускники. Самый первый мой выпускник – это Денис Чендяскин. Он уже закончил цирковое училище. Года три, наверное, назад он его закончил. Он участвовал в международных конкурсах, он призер международных конкурсов. Очень сильный жонглер, но он жонглер с отбойными мячиками, которые прыгают от пола. То есть это новый такой жанр, недавно стал развиваться у нас в России. Какие вообще направления? Эквилибр, жонглирование, моноцикл? Какие еще есть? В основном у меня эквилибр и жонглирование. Как правило, это все вместе, и эквилибр и жонглирование – это очень объемные понятия. К сожалению, у меня нет воздуха, так называемого, нет воздушной гимнастики, потому что технические условия школы не позволяют сделать подвеску. А очень хочется. Ну, хотелось бы, конечно, но… Вы бы забрались, ребят, на подвеску? Не знаю, может быть. Может быть. У нас есть телефонный звонок 202-11-22. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Наталья, как у вас 1 апреля проходит? Ой, пока никто меня не разогрелал, но очень хотелось. Ну, а так самостоятельно над кем-нибудь подшутить? Я еще не придумала. Понятно. Наталья, ну, есть у вас вопрос или ответ? У меня есть ответ на ваш вопрос. На вопрос про группу «Нана», верно? Да, да, да. Ну, давайте тогда я задам еще раз вопрос. В каком же году и кем была создана как раз-таки группа «Нана»? Ее основал Барри Алибасов в 89-м году. Верно. Наташ, ну я вас так просто не отпущу, понимаете? Сейчас посмотрите на экран. Ну, ведь наверняка какие-то ассоциации мысли возникают у вас при виде этого замечательного кота. Что бы вы сказали, посмотрев на это фото? Довольный кот. Спасибо, хозяин накормил. Ну, мне вот сразу приходит на мысль что-то такое. Ну, ну, ладно, ладно. Что-то такое я задумала. Либо давай, давай, рассказывай еще что-нибудь. Спасибо, Наташ, вам за звонок. Друзья, продолжается конкурс на лучшее название этого замечательного снимка. Может быть, есть у вас какие-то свои варианты. Не стесняйтесь, звоните или пишите нам в группу «Универсальный формат ВКонтакте». Там есть эта фотография, можно поближе рассмотреть. Можно как-то так вот даже себе куда-нибудь ее скопировать и распечатать, поздравлять, подписывать. Мало ли, открытка тоже хорошее дело. Ну, мы возвращаемся к нашим артистам. Я предлагаю Насте сейчас выступить, так сказать, на нашей импровизированной такой вот арене. Настя, ты тоже можешь и говорить, и жонглировать? Да. Ну, давай. У тебя максимум, твой предел какой? Шесть колец. Шесть колец. А почему именно кольца? Вот есть какая-то такая вот особенность? Да нет. А что, чем вообще можно жонглировать вот в профессионале? Абсолютно всем. Кошками? И кошками в том числе. Так, ну, а вот у вас чем можно еще? То есть у меня, то есть вот шарики, булавы, кольца – это так называемая классика. У меня и обручами жонглируют, и тростями жонглируют, и с кубиками мальчика мы в сюжете видели – это тоже жонглирование. Оказалось бы, да? Да. И… Горизонтальное жонглирование какое-то, да? Да, и игра с дьявола – это тоже жонглирование, тоже как разновидность жонглирования. Есть еще так называемый девилстик, его еще китайской палочкой называют. Очень много вариантов. Трудно ли, вот я не взяла с собой ничего, и шариков, к сожалению, у меня нет, научиться жонглировать? Есть у вас с собой, но… Есть с собой. Уже нет, к сожалению, у нас времени. Трудно научиться, и за эфиром попробуем, конечно. Да не сложно, три шарика вообще очень легко, даже в таких вот театральных институтах, кто не готовится стать профессиональными цирковыми артистами, учат жонглировать. Это развивает и моторику, и полушария другие. Ну да, чтобы ухватить. Настя, а шарик тебе зачем? Это мячик. Мячик. И где интересно знать мой воздушный шарик? Ага, тут еще и шарик добавляется. Так, так, так. Спокойно, спокойно, спокойно. Немножко нерабочий мячик. Там, затаив дыхание, хочется этот мячик поймать и попробовать. Опа, вот так смертельный номер. Наша сборная России по футболу отдыхает. Это комментарий наших режиссеров. Ну что, большое спасибо, что пришли. 27 апреля, скажите прям коротенько, что ожидаетесь? 27 апреля будет уже четвертый цирковой фестиваль. Называется «Цирк между прошлым и будущим», который проходит на сцене Дворца культуры имени Литвинова на площади Кирова. Там можно будет и вас увидеть. Там и мы будем, и с области будут другие коллективы, и ждем гостей с Ульяновска, с Тюмени, с Оренбурга. То есть были заявки от других коллективов. Ну а если вы, друзья, мечтаете, или ваши дети дома жонглируют всем, чем можно, включая ножи кошек, кастрюли, или, может быть, стоят на голове, а вы не знаете, куда чадо свое направить, цирковая студия «Орликин» ждет ваших талантливых ребят. Ну а я говорю, что у нас продолжается день веселья, настроение прекрасное, оранжевый цвет, надеюсь, сейчас вам мой, по крайней мере, в одежде посылает позитивные, приятные эмоции. С вопросом, любите ли вы шутить, обратились мы к горожанам, и вот что получили в ответ. Конечно, все любят шутить, все любят смех, шутки, все, ну, конечно, безобидные. Бывает, что так пошутят, что сердце прихватит. Позвонят по телефону, какую-нибудь шутку, да. Ну а так мы чего любим шутить? Что спина белая? Ну, что-нибудь такое, легкое, безобидное. Мы каждый день шутим, потому что без смеха жить нельзя. Потому что вообще, если вдаваться в все проблемы жизни, можно, ну, как сказать, далеко не проживешь. Раньше шутила, а сейчас, знаете, как-то не с кем шутить. Стало, люди пожилые, они вроде к этому очень чувствительны, и как бы боишься как бы не обидеть. А в детстве и в молодости часто шутила. Шучу постоянно, разыгрываю. Последний раз друга своего разыграл, занес ему домой диск его, и при нем же его сломал. На самом деле я записал туда какую-то болванку пустую, и все. Он вообще очень удивился, мы с ним вместе посмеялись. Я не шучу, я не люблю шутить, и шутки не люблю. В первую очередь и на себя смотреть с юмором, вот. Ну и так вот в каждом что-то найти из драматического, сделать что-то смешное. Позвонить по телефону, подшутить над другом, сказать что-нибудь хорошее, что ты выиграл миллион. Над родными, над подружками, друзьями, так и шутим, понемножку как-нибудь разыгрываем. Пару лет назад надо мной сильно пошутили, и с тех пор не люблю 1 апреля. Разыгрывать я люблю, но людки должны быть в меру и добрыми. Ну что, день веселья у нас продолжается, и вы знаете, какие-то странности творятся на улицах города. Говорят, что ходят люди пятнистые, что они похожи на животных, и это даже какая-то эпидемия. Что это, я не знаю, сейчас все подробности будем непременно узнавать. Ну а мы, друзья, продолжаем день веселья и в студию универсального формата. Ну что ж, придется раскрыть все карты. Человек-волшебник, который легко может превратить вас и в леопарда, и в Джека-воробья, а также в принцессу, в жабу, человека-паука, лисичку-сестричку, ну, любого персонажа мультфильмов, которые, собственно, вам придут в голову. Давайте знакомиться. Анна у нас рассказывает, аквагример. Аня, добрый день. И не с пустыми руками она пришла, принесла все, что, видимо, было нажито непосильным трудом, все свои краски прекрасные, яркие, красивые, и пришла она с своими моделями. Здесь у нас Олеся и Даша. Даша, привет. Привет. И Олеся. Странно даже обращаться к вам так. Как ощущения? Потрясающе. Люди на улицах еще не видели такой красоты? Нет, но они видели лисичку летом. Лисичку. Ну и как реакция? У взрослых людей очень такая неадекватная бывает. А дети как реагируют? Очень весело. Всегда подходят, наверное, смотрят, разглядывают. Да. Ну, расскажи, Аня, как это вообще произошло в твоей жизни, что ты взялась за кисточку и начала рисовать на людях? В принципе, можем, наверное, мы и приступать как раз-таки к Даше. Давайте попробуем. Ну, на самом деле, то есть у меня такое предисловие, да, был один пианист, не помню кто, наверное, Бах, и его спросили, а правда ли, что нужно родиться для того пианистом, чтобы стать пианистом? Так. На что он ответил, что правильно, нерожденный на рояль не сыграет. Ну, соответственно, тут тоже все просто. Нужно сначала родиться, нужно этим загореться, и все будет в твоих руках. То есть, с чего я начала? Я начала с того, что в юной, когда я отправилась в художественную школу в Душею номер 15, в которой я себя показывала, на самом деле, не только как художник, но еще и как, скажем, актер оригинального жанра, потому что у нас была очень своеобразная студия художественная, где мы на месте не сидели, и было даже странно, когда мы успевали, кроме своих кривляний, еще и рисовать, еще и заниматься искусством. Что касается аквагрима... Да, что это вообще такое, откуда это пришло к нам в Россию? Ведь недавно совсем, ну, пару лет максимум. Ну, я думаю, все-таки побольше. Побольше, но массово, массово вот везде, на всяких праздниках это вот появилось буквально вот совсем недавно. Может быть, кто-то занимался тайком, так сказать, разрисовыванием, но вот чтобы вот так вот прям на праздниках, на детских, особенно сейчас актуально, популярно. Что это такое? Безопасно ли это для детей и взрослых? И, собственно, как можно использовать? А, значит, это краски, которые абсолютно безопасны для детей. Единственное то, что мои, допустим, к этому комментарии, то, что детки, конечно, должны быть старше хотя бы лет трех, потому что даже самые безопасные краски на коже младенца, да, на самой детской нежной коже, конечно же, могут как-то повлиять. То есть у нас разная степень чувствительности. Вот. Олеся, тебе комфортно? По поводу состава. Комфортно, так. В основном, в основе своей это лежит пузелин, глицерин, натуральные пигменты. Вот, как вы видите, я сейчас рисую красочками так, которые приобрела совершенно недавно. И я ими очень довольна, потому что краски довольно яркие, насыщенные, они кладутся очень плотным слоем. Здесь нет прозрачного слоя. А это смазывается, вот, допустим, если вдруг нечаянно ребенок нос утер? Были разные случаи. То есть, допустим, я работала в аквапарке. Так. Вот, и приходили люди с влажными лицами, приходили люди, которые, наоборот, уже после непосредственно грима прыгали в бассейн. Ну, скажем так, кто-то прыгает аккуратно, кто-то прыгает неаккуратно. Кто-то может уснуть с гримом на лице, проснуться, и все будет отлично. То есть, если не тереть, да, если капельки воды попали незначительные, если случайно рукой провел, то хороший грим, он особо сильно смазываться не будет. Вообще, по, скажем так, составу своему, они больше похожи на акварель. На акварельные краски. Но акварельные краски, по-моему, вообще там тоже из экологически чистых каких-то готовится материалов, а некоторые акварельные даже в составе то ли мед, то ли воск, и даже если ребенок их в рот потащит, ничего такого страшного не случится. Есть у нас несколько фотографий работы Анны, как раз-таки я предлагаю посмотреть, друзья мои, потому что на самом деле не только детям, но и таким взрослым девочкам, как Олеся, к примеру, это по душе, и они с большим удовольствием рисуют на своих лицах, на праздниках, на корпоративах, на каких-то, ну не знаю, собраниях, единомышленников. Аня, можешь отвлечься прямо на секундочку, посмотреть на экраны и покомментировать, что это за фотография? Эта фотография была сделана на рок-фестивале. Это моя знакомая, зовут Альбина. Вот, и она захотела как-то себя преобразить, то есть на формате рок-вечеринки, выделиться, стать заметной. Так, что у нас еще здесь есть? Безумный кролик? Здесь у нас, да, Безумный кролик. Была вечеринка в Вениле, посвященная теме Олеся в стране чудес. Вот замечательный такой Зайка, который, кроме того, еще прекрасный танцор из театра опер-балета, и второй его друг, тоже Зайка, два брата акромата. Конечно, Зайка вышел. А здесь это довольно старенькая уже работа, не знала, что взяли. Это тигр, тигрица, то есть это самое начало моей работы. То есть первые шаги, первый опыт. Ну, краски, по-моему, другие, да, уже немножко по консистенции? Краски другие, вот, если можно сейчас показать их, это с Назару, это самые доступные красочки. Цена одной такой красочки в среднем доходит до 10 рублей. А, это что за нимфа лесная? Это нимфа лесная, сидит перед вами. Сегодня она у нас представлена в качестве леопарда. Одна из моих любимых моделей, которую зовут Олеся. Чудесно. Олеся, ну расскажи вообще, как часто ты вот так вот рискуешь рисовать на своем лице? Как только предоставляется возможность. Ну, а какие уже образы были у тебя? Ну, вот фея лесная, лисенок и вот гепард. А вот все-таки это вот сложно как-то так вот маску надеть на себя? Нет, не сложно. А ощущения какие-то? Другая какая-то? Ощущения – это чувствуешь себя в образе в этом же. То есть, лисенок был с лисенком, я с хвостом гулял по городу. А как бы сейчас вот тоже хочется помурлыкать, помурмякнуть. Помурлыкай, не стесняйся. Друзья, а мы по-прежнему и мурлыкай, и мы придумываем веселые надписи к нашему Котофеичу. Внимание на экран. Если у вас есть какая-то мысль свежая, как назвать эту фотографию, эту фото, в общем-то, не стесняйтесь. Вот Ксения нам написала «Довольный Пифагор». Ну, собственно, вот такой вариант еще есть. Если какие-то мысли возникнут по поводу этой фотографии, можете позвонить нам и как-то прокомментировать, высказать свое мнение. Ну, а мы сейчас, наверное, все-таки вернемся к аквагриму, к краскам. И Дашу спросим. Даша, как ты вообще относишься к аквагриму? Хорошо. Приятно тебе? Да. Не хочется ли поспать? Нет. Какие у тебя уже были образы? Расскажи. У меня был образ морской принцессы. Это что, тебе рисовали лицо зеленым? Нет, не совсем зеленым. Ну, а тебе вот как вообще нравится потом на улицу выходить? Ты пойдешь сейчас на улицу такая красивая? Не знаю. Не знаю. Все зависит от того, как Аня постарается. Ну, вообще, вот на праздниках, на всяких детских, тебе вот сколько лет? Мне 9. Кокетливо. Так она сначала задумалась, сколько нам сказать. 9 лет. И у тебя вот уже, допустим, на каких-то вечеринках, я не знаю, праздниках детских, вы рисуете вот так вот? Ну, да. И как вообще? Нравится ли? Всем да. Всем. А мальчики как к этому относятся? Хорошо тоже. Кстати, вот насчет мужчин-то. Мужчины, кроме кроликов на вечеринках, так-то вот на каких-то других собраниях, сборищах людей, мне кажется, это немножко ненормальных, потому что нужно все-таки с Толикой юмора относиться к этому всему. Мужчины как вообще в отличие от девочки? Девочки-то все маску хотят себе, леопард, лисичка, какие-то другие принцессы, что-то еще. А мужчины? Мужчины. Мужчины – это, конечно, финиш, в хорошем смысле слова, потому что есть у нас одна замечательная организация, организация довольно известная, которая устраивает два раза в год корпоративные праздники. Вот. И тематика постоянно меняется. То есть была тема «Дети», была тема «Равшан Джамшут». Вот. И последняя такая тема – это была рок-вечеринка. Так. Мальчишки, стремители девчонок, занимают очередь, толкаются, знают, что хотят. Мальчишки, пардон, какого возраста? Мальчишки возраста от 25 и выше. Понятно. То есть средняя публика – это даже, наверное, мальчишки лет 30. Так, так, так. Вот. И самая любимая тема, конечно, это рок-формат, то есть это группа «Киз». Да, да, да. Также гитары. Был у нас один мальчик, который очень любит Linux-систему. Он постоянно рисовал пингвиненка Тукса на всех вечеринках. Ему было все равно, какая тематика, ему непременно нужен был только Тукс. А могут ли люди сами как-то вот купить такие краски и дома что-то рисовать на себе? Есть ли какие-то мастер-классы? Вот ты же черпаешь вдохновение откуда-то. Купить, конечно, они, сомненно, могут. Но, вот как же опять уже говорила, такие красочки, как так, придется заказывать. Самаре не продаются. Ну, это как бы уже тонкие вопросы. Ну, они уже профессиональные. Они уже стоят дороже. Ну, сколько вот краски? Они дорогие вообще? Ну, вот «Квагримс Назару», допустим, да, вот красочка. Стоит одна такая, один кружочек, 150 рублей в среднем. Но для людей, наверное, это опять же невыгодно, потому что, если ты хочешь делать что-то яркое, что-то разноцветное, тебе придется покупать несколько этих красочек, они потом будут лежать, будут пылиться. Засыхать. А тут ты можешь позвать такой гример, он пришел, тебе это все нарисовал, вот, ты уже расслабился, отдохнул. А так, несомненно, купить можно. Это художественные салоны, художественные магазины. Но недостаток краска в том, что пигмент не очень насыщенный. То есть есть какие-то просветы, есть какие-то недочеты свои. Опять же, крышечки, которые постоянно бьются и ломаются. Ладно, вы давайте дорисовывайте. Я спрашиваю Оксану, вот на фотосессии, ведь вы наверняка сейчас будете фотографироваться куда-то. Вы пойдете, спуститесь с нашего 17 этажа, сядете либо в маршрутку, либо в машину, немножко так пококетничаете с народом и пойдете фотографироваться. Ну, а вот какие, может быть, у тебя свои мысли, образы возникают? Что-то еще хочешь попробовать на своем месте? Например, я хочу все четыре времена года сделать. То есть зима, весна, лето, осень. Вот в таком масштабном более варианте. Костюмы, грим, то есть прически прям. И желательно тоже вот придется потратить на это целый год, потому что хочется на природе это делать. То есть такой масштабный у вас фотопроект еще? Да. Ну, а вот вопрос, наверное, у меня к Анне еще будет. Это вот, я не знаю, вот даже стоит спрашивать или не стоит. Насколько это дорого вообще пригласить гримера, например, на детский праздник? Гример на детский праздник с выездом, ну, ориентировочно это около 1000 рублей. А независимо от 10 ли человек или 100 человек? Или все-таки есть какие-то там... Ну, вот я больше 10 человек не накрашу, например, или как-то так? Ну, если это детский праздник, да, допустим, у нас там, скажем так, 10-15 деток, да, за час их разрисовать. Это реально. Главное, чтобы детки были усидчивые, спокойные, коммуникабельные. Вот. А если это уже свыше 15 человек, да, тогда уже время варьируется, то есть это может быть полтора часа, час-двадцать минут. Ну, в общем, все это индивидуально как-то так вот обсуждается, оплачивается. Ну что, у нас остается несколько минут до конца эфира, друзья мои. Если вдруг сейчас у вас есть какие-то мысли, есть какие-то идеи, мы продолжаем нашего кота называть, обзывать, ну, в хорошем смысле слова обзывать, придумывать название к данной фотографии. Есть у нас еще несколько комментариев, давайте посмотрим. Кот по имени Хорошо пришел домой, а там всегда хорошо. Хорошо. Или Бергамот, вот почему-то решили наши задумчивые Ньютоны. Ну, в общем, такие вот варианты. Это Надежда Егорова, прям-таки несколько комментариев уже с большим удовольствием группе «Универсальный формат» разместила. Ну, что, остается у нас две минуты. Девушки, вы когда-нибудь разыгрывали кого-нибудь? Олесь, вот тебе вопрос. Первый апреля. А тебя никто не разыгрывал? Меня постоянно разыгрывают. Что вспоминается? Ну, скорее всего, когда пытаешься сесть в школе на стул, а его резко из-под тебя выдергивают. Так. Там, например, рисовали на мне мелом на спине. Этот стульчик разрисовывали, а я прислонялась, черные вещи люблю. А, и таблички на скотч не приклеивали никакие? Да, пенни меня, либо поцелуй меня. Ну, понятно. Ну, у нас остается полторы минуты, есть ли что нам показать? Ох ты! У нас уже появляется клунес, да? Возвращательный. Такая яркая, солнечная, в нашу непогодливую, скажем так, в наш непогодный день. Ты не представляешь, да, что на тебе сейчас, Даша? Ну, как ты думаешь, какая ты? Какая вот, что на тебе? Большая улыбка. Большая улыбка. Предлагаю сейчас как раз-таки вот Даше, может быть, посмотреть в камеру, улыбнуться и пожелать всем чего-нибудь такого доброго и приятного. Даша, вот, пожалуйста, камера напротив тебя. Я хочу сегодня всем пожелать в этот праздник улыбок, потому что этот день очень веселый сегодня. Так грустно сказала, мне кажется. Ну, ничего, улыбайтесь, друзья мои. Олеся, Аня, Даша, большое спасибо вам, что пришли творческих успехов, ярких красок, процветания. Скоро лето, рисовать можно будет не только на лице, но и на теле, я так понимаю. И на спине, и на шее. Так что и на спине, и на шее, и на животе, и на всех ваших любимых местах. Улыбайтесь, веселитесь. Ну, а билеты, я думаю, мы с большим удовольствием нашей зрительнице по имени Надежда вручим. Надежда, вы отправляетесь на замечательный спектакль «Роза с двойным ароматом». Удачи, улыбок! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова